Вот стена, которая вся у нас разрушена. Порожки осторожнее, они у нас проваливаются, начинают проваливаться. Дальше вот на днях вывалилось кусок стены, трещина образовалась, которая выходит на улицу над первым подъездом. Потолок, как видите, нависает, в любой момент боишься, что упадет тена голову. По-хорошему здесь и находиться нельзя. Экспертная комиссия в этом году признала дом аварийным. Значит, жить здесь опасно и неудобно. Рядом проходят трамвайные пути. Но больше жить этим людям негде. Этот памятник архитектуры, дом Лобановых, построен в середине 19 века. В нем жили крепостные Тургеневых. По преданию, в 1881 году и сам Иван Сергеевич посещал этот дом. Вот только нынешним жителям старинного дома точно не доистория. От старости и от того, что дом этот ни разу не видел капремонта, треснули две несущие стены. Жители Старомосковской забили тревогу. Ходили к чиновникам, к депутатам. На просьбу переселить их из аварийного жилья они получают странный ответ. Дом памятник, и мы не имеем права его снести. А переселить мы вас тоже не можем, потому что мы не можем вас поставить в программу на основании того, что дом считается памятником. Не можем поставить вас в программу о переселении ветхих домов. Хотя еще в 2007 году депутаты Гурсовета приняли программу переселения людей из помещений, признанных непригодными для проживания. В котором также говорилось, что если дом представляет историческую ценность, то он будет восстановлен, а людей все равно переселят. Между тем, половина квартир в этом доме собственность города, но чиновники тут не живут, поэтому ничем гражданам помочь не могут. А предлагают самостоятельно решить все проблемы. Жилой дом по улице Старомосковской, 55, был признан аварийным в конце этого лета, точнее 31 августа. В этом доме не все квартиры принадлежат муниципалитету. Часть из них принадлежит другим собственникам. В связи с этим до конца ноября должно состояться общее собрание всех собственников. После проведения этого собрания будет рассмотрен вопрос расселения. Сколько времени будут рассматривать этот вопрос, нам не пояснили. И назвать, когда же будет это расселение, никто не может. Программу переселения из ветхого и аварийного жилья ни в этом году, ни в следующем жители этого старинного дома, естественно, так и не попали. Что ждать им дальше, неизвестно. К сожалению, как часто это водится от проблем простых граждан, высокие чины предпочитают одолиться, а не решать их. А мы, в свою очередь, просим считать этот материал официальным запросом в прокуратуру. Может, хотя бы с помощью этого ведомства проблемы жителей смогут решиться. Алина Чабаны, Денис Еременко и Игорь Олейников для программы Оперативный эфир.